Антон Юрьевич Низовцев получил специальность финансиста, но жизнь решил связать с педагогикой. В школьные годы летом работал на заводе помощником слесаря, там и начал преподавать, помогал с математикой своему другу-сварщику. Учитель математики высшей категории, сейчас преподает в школе Центра педагогического мастерства. Эксперт ЕГЭ, член жюри регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Автор Бауманской Олимпиады «Шаг в будущее». Чемпион мира по интеллектуальной игре «Что, где, когда» среди любителей. Играет в шахматы, увлекается сплавом на байдарках. Я вообще по первому образованию финансист, и я поступил в университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский государственный университет, теория кредита финансового менеджмента. И все неплохо получалось, аудит всякий, бухучет, но мне казалось, что в этом как-то нет души для меня лично. А в преподавании, когда ты пошел что-то ребенку объяснил или подростку, и он пошел какой-то сдал экзамен, это очень приятно. Человеку любому важно чувствовать результаты своей работы. В Москве мне очень нравится смотровая площадка в главном здании МГУ. Я учился в МГУ. И там есть такой музей в главном здании, да, на Воробьевых горах, где отличная смотровая площадка. У меня несколько раз получилось сюда попасть. И оттуда открывается прекрасный вид на всю Москву. А в школе, ну тут сложнее ответить, какое твое любимое место в школе, потому что ты абсолютно большинство времени проводишь в классе. Но я думаю, что, наверное, это будет место у доски. Быть готовым к уроку. Ну вот это значит, наверное, понимать тактику, понимать стратегию, да. Понимать стратегию, понимать план, к чему ты делаешь этот урок. Что ты хочешь от него получить, что ты хочешь, чтобы дети от него получили. Положительные эмоции, да, когда вы чего-то вместе достигаете, у вас какие-то победы, радость, смеетесь, успешно там сдали какой-то экзамен все вместе, да, там помогли друг другу на зачете. Когда вы друг друга поддерживаете таким образом, я думаю, что эмоции хорошо сплачивает коллектив. Они меня учат в современной культуре, в частности, да, там советуют мне какие-то сериалы посмотреть. Недавно купил байдарку. Мы сплавляемся регулярно на таких вот легких байдарках по речкам здесь, в Московской области. Собаку с собой вместе берем. Иногда с друзьями. Очень классно. Я иногда не могу себя заставить делать то, что я должен. То есть я иногда ленюсь, наверное. И, конечно, этого не хватает бывает. Стратегическое мышление. То есть, когда какая-то случается сложная ситуация, бывает, не всегда, но мне приходит какой-то, наверное, план в голову, которого я придерживаюсь. И чаще всего он мне помогает работать в этой ситуации. Они уже появляются. А вот у меня ученики играют в компьютерные игры, даже я иногда с ними играю. И уже появились учителя по киберспорту. И это серьезная профессия. Стараться реально оценивать ситуацию, стараться делать в ней какой-то правильный выбор. Больше всего нравится, как в 2019 году мы с ребятами, с девятиклассниками. С целым классом договорились в начале года, что мы давайте сдадим очень хорошо ОГЭ, государственный экзамен в девятом классе. И мы весь год страшно пахали, работали. Причем там были новенькие ребята, которым очень сложно это давалось, которые пришли только из обычных школ. И мы сдали в итоге его лучше всех в Москве. Всем классом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова